Привет, друг! Сейчас мы с тобой от и до пробежимся по этой сцене. Я покажу тебе все основы, а ты уже сам сможешь понять, что тебе нужно в той или иной мере. Начнем с ZBrush. У меня была вот такая отрисованная картинка в Pint, которая внезапно пришла мне в голову, и мы будем ориентироваться на нее. Создаем куб из панели Lightbox и дублируем его до такой степени, чтобы получить ту самую композицию для болванки. Все можно делать небрежно, по, так скажем, требованию стилистики. Когда основа готова, клацаем Dynamesh во вкладке Geometry в правой панели. Таким образом все модели склеятся, и с ними можно работать как с одним целым. Используем маски для того, чтобы вдавливать и выдавливать какую-либо поверхность. В данном случае я использовал Extrude для перехода под зданием. Сделав это с зажатой клавишей Ctrl, ты можешь заметить, что я все делаю вручную. Этот метод можно использовать в мультяшной стилистике такого плана. Кстати, я рисую исключительно на мыши, планшеты не люблю. Да, пробовал, пытался долго, не нравится. Вот, чтобы инвертировать маску, нажми левую кнопку мыши по пустому месту и выдави с помощью инструментов масштабирования. Окей, я хочу создать здесь мультяшные плиты, чтобы показать способ создания камня. И точно так же небрежно рисуем полосы. Далее берем самую обычную кисть и начинаем елозить по всему объему, вдавливая поверхность. Убираем маску зажатой левой кнопкой мыши и проведя по пустому месту. Вот так. Мы можем заметить разделение. То, что нужно. Немного сгладим с помощью Shift и начнем выдавливать поверхность камней вручную. Можем делать это с помощью любых кистей. Главное выдавить на себя. Вот таким образом. Это не так сложно, как кажется. Далее смотри, какая штука. Мы берем инструмент H-Polish и рандомно начинаем вводить по поверхности. И смотри, уже выходит интересно. После нескольких применений ты поймешь его принцип и будешь делать очень-очень круто. Делаю все вручную, без копипаста, чтобы выглядело... Аааа, все уникально. Перед тем, как превратить все в камень, доделываем первые пункты на всей сцене. Добавим зерно на переходе через спрей и стандартную кисть. Точнее, она стандартная, но вот эта. Как-то вот так. При дальнейшем освещении она даст офигенные плоды. Дорисовываем все, что у нас здесь осталось. Добавляем на вскидку дверь и заколоченное досками окно. Будущее заколоченное досками окно. Вновь берем H-Polish и доходим до талого. Кстати, если какая-то часть мешается, зажми Ctrl-Pлюс-Shift и выдели это место. Чтобы вернуть, то же самое, только выдели на пустом месте. Ну смотри, что у нас получилось. Что мы должны сделать дальше? Посмотри ролик с разбега в ZBrush, чтобы понять принцип достижения конечной цели модели. То есть все по полочкам. У тебя отпадет куча вопросов. Мы должны продублировать модель и закинуть копию в Zyremesher. Повысить у нее уровни Divide и проецировать модель друг на друга с помощью кнопки Project. Я уже это сделал. Теперь мы имеем 5 уровней подразделений и можем редактировать модель как в супернизкополигональном режиме, так и при всех деталях. Но самое главное, что мы можем использовать Low Poly, то есть низкополигональную модель в рендере. То есть закинуть ее в Cinema 4D и всего добиваться нужными текстурами для оптимизации. Теперь я хочу создать еще один куб, который буду использовать в качестве вот этих верхних штук. Для того, чтобы сцена немного обогатилась, делаю абсолютно все то же самое. Заодно еще раз глянь. Здесь я использовал Zyremesher, потому что начальная сетка куба очень плохая и не даст мне нужных результатов Low Poly модели на рендере. Да, если мы сделаем этот куб хорошо со всех сторон, сможем вертеть его в разные стороны при копировании. Убьем кучу зайцев, хотя зайцев не трожь. Ну, в конечной сцене, где я показал в самом начале, можешь посмотреть. Теперь приступаем к дереву. Вот здесь уже без крутых кистей Альф не обойтись. Я добавил 48 классных кистей к себе в телеграм-канал. Глянь после видоса. Сгладим доску и сделаем потертости с помощью той же кисти H-Polish. Продублируем все модельки и расположим как-то так. На двери я нарисовал еще некоторые вмятины, чтобы было поинтереснее. И получаем такой результат. Так, отлично. Давай покрасим камни и со всеми знаниями сразу запилим доски. Выберем мой любимый материал Skin Shape 4 и отключим Poly Paint. Поменяем цвет на какой-нибудь вот такой. Теперь необходимо поменять кисть с выдавливания нарисования. Убираем Z-Add и ставим на RGB. Раскрасим всю модель этим цветом. Далее мы схитрим. Заходим в Masking. Выбираем By Cavity или Ambient Occlusion AO. Это позволит нам создавать маску в областях, где, по мнению программы, должна появиться микротень. Настраиваем ее параметры и доходим до такого результата. Дальше инвертируем маску. Ну то есть нажимаем на пустое место. Выбираем цвет потемнее. Красим в этих областях. И смотри. Получается уже круто. Это главный принцип текстурирования такого стиля. Можешь комбинировать цвета, если хочешь. То есть создал одну маску, потом сделал ее чуть поменьше. Отрисовал, сделал поменьше, отрисовал и так далее. Cavity. Это что-то в стиле курватуры из Redshift. Как мы только покрасили все это дело, нам необходимо экспортировать текстуру. Но мы не можем это сделать без UV. Поэтому используем автоматическую UV-развертку. Чуть позже я сделаю отдельный урок по теме UV. Для этого перейдем на первый уровень Divide. Далее Z-плагин и находим UV Master. Чтобы в нем работать, необходимо нажать на Work On Clone, предварительно выбрав нужную модель. И создастся дубликат этой модели для дальнейших просчетов. Мне здесь ничего настраивать особо не нужно, поэтому сразу тыкаю Unwrap. Здесь ждем вот эту полоску и можем просмотреть, каким образом текстура ляжет на координаты. Отлично! Подойдет. С помощью вот этой кнопки копируем нашу UV и вставляем ее в предыдущую модель. Теперь вот здесь справа можем увидеть, что все работает. Отлично! Так, кажется мы говорили про кисти для дерева. Да, выберем DragRect для одинарного наложения текстуры по нужному размеру. Ну то есть размер ты выбираешь сам. И импортируем понравившуюся кисть. Какие кисти я выбираю, можешь смотреть здесь. Просто повнимательнее. Итак, когда мы начинаем редактировать мэш, то можем заметить такой ореол в виде квадрата. Можно убрать Focal Shift вот здесь вверху. А можно зайти вот сюда. Ну то есть жмем Alt по кисти и крутим вот это значение. Оно поможет, если текстура имеет какие-то левые края, с которыми просто-напросто не справляется Focal Shift. Отлично! Ну и начнем вдавливать. Ну вот ничего сложного тут нет. Другой вопрос, если все это рисовать вручную. Но здесь уже необходим конкретный референс. И так как это мультик, сильное его упрощение. Красим вот точно так же, как и камень. Только накладываем другой цвет. Получилось как-то так. Я уже сразу положил укладку на пол. А, дабы не занимать твое время. Ее ты можешь найти также в этих кистях. Вот здесь смотри. Немного раздробил камень немножко слева. И подумал, что будет прикольно добавить грязи между плитами. Ну вот абсолютно тем же способом, что и на камне и дереве. Теперь смотри. Когда сделали все модельки, развернули их, ну сделали UV и затекстурировали все это дело, то теперь мы можем взять и разом экспортировать все модели, а это low poly, все текстуры, выбрать их разрешение и еще кучу настроек. И все это в одну папку разом. Выбираем нужные текстуры. По факту же, мне пригодился только Normal, Ambient Occlusion и Diffuse. Он экспортирует только те модельки, которые в данный момент включены в видимость. Выбираем папку и Create All Maps. Все, пошла загрузка. У меня грузилась прилично, поэтому такой я точно пропущу. Все, вот наша синема. А вот все наше добро. Стандартная процедура. Закидываем все модели, помещаем их в одну группу, масштабируем и переименовываем, чтобы не запутаться. Сразу поставлю камеру, чтобы ориентировать весь свет на нее и включу Render View от Redshift. Создаем материал, заходим в него и мы можем просто взять и вот так пачкой закинуть все текстуры, которые нам нужны. Диффуз в диффуз. Для Normal нам необходима отдельная нода Normal Map. Теперь смотри. Я воссоздал всю сцену целиком и по порядку буду рассказывать, что здесь находится и как я это сделал. Так будет проще. Начнем с освещения. Закрепим камеру, выйдем из нее и можем свободно плавать по сцене. Первый источник это Spotlight, который позволит создавать классные и четкие тени, которые подходят под мультяшный стиль. Вот далее два Point Light. Они необходимы для подсветки ступенек и шикарного волюм, про которые расскажу дальше. Да, далее Spotlight из прохода, чтобы подсветить прикольную тень от примитивной модельки дракона. Вот этот милашка. В сцене очень пусто. И я на скорую руку набросал вот такого шерстяного мага. Его уже прозвали Шерстеняга. Так что... Если мы включим Environment, получим вот такой классный свет. Смотри, какая есть сложность. У меня дым сделан в Turbulence FD. Это значит, что источник света должен выделять большое количество волюм. Но если мы повысим волюм до такого состояния, то Environment засветит всю сцену. Вот поэтому его необходимо ставить на одну десятитысячную. То есть клацнуть на стрелочку вверх, ну, раза в два. Этого значения Cinema не покажет, но оно будет влиять. И от этого уже необходимо плясать конкретным источникам света. Ну, в частности, их волюмом. И вот как раз один Area Light мне нужен, чтобы создать классный контур для шерстяного. И один Light для Turbulence. Ну, с волюмом на один. Все остальные источники света, которые влияют на Turbulence, ну, так пусть и влияют. Это мне не мешает, да и это очень слабо. Еще один Spotlight освещает всю сцену Turbulence и создает эффект тумана полноценно. Ну и вишня – это дом Light. HDR скачанная на сайте HDRiHaven. Абсолютно бесплатно и в любом разрешении. Turbulence FD, а именно 26-й кадр от него, я перевел в VDB. Почему 26-й? Ну, мне он понравился больше всего. Почему VDB? Он быстрее считает и мне нужен был статичный кадр, чтобы не париться и оптимизировать процесс. Кстати, ставь лайк, если хочешь, с разбегов CGI по конвертации этих форматов. Я все покажу за 30 сек. Все стало прогружать, нихреново. Но по итогу у нас получается что-то в таком стиле. Давай я тебе покажу симуляцию Turbulence и какие настройки я использовал. Вот и наш 26-й кадр. Тут ничего сверхъестественного. Ну и Volume Redshift с возможностью выставления точек и немного перевернутым видом. Посткоррекция позволяет подсветить эмиссию и получить просвет как на всей сцене для волшебной атмосферы, так и на посохе шерстеняшки. Также добавил самые обычные частицы турбуленсом и небольшим поворотом для закручивания. На него кидаем Tag Object от Redshift и выставляем сферы поменьше. Ну, все просто. Что у нас есть еще? Волосы лежат на всей поверхности шерстяного. Кстати, в нашем курсе Redshift просто супер подробно расписана тема по этой части. Как сделать отдельные волоски по цвету, его градиент, смешивание и каждая вкладка по классике. Да, вот такие дела. Заходим в Hair и вот здесь я просто отключил цвет. Ну и понизил толщину всех волосков. Вместе с этим добавил Bend и Curl. То есть изгиб и завиток. Это получается как раз шерсть. Итак, ну и материалы. Такие материалы обладают наибольшей шероховатостью, ну и меньшим отражением. Здесь тебе уже самому решать, насколько сильно. Смотри, можно добиться большей мультяшности, если корректировать уже имеющиеся текстуры цвета. Если завысить контраст и повысить гамму, мы получим более четкие контуры. Выглядит классно. Если не нравится цвет, там уже меняем Hue Shift. Бамп имеет очень высокое значение. Особенно если контуры, например камня, острые. Тогда картинка получается более стилизованной. В данном случае перебарщивать нельзя. Также стилизацию можно придать с помощью выведенной нами текстурой Ambient Occlusion. Втыкаем текстуру в AO и AO втыкаем в Overall Color. Фух, Spread должен стоять на нуле. И Max Distance на всю катушку. Играйся с BIS, чтобы достичь нужного наложения. На полу мы имеем исключительно четкие границы для отражений, но при этом имеющие небольшую шероховатость для рассеянности. Получается эффект как в аниме стилистике. Чтобы достичь таких краев, завышаем контраст в Color Correct. Дерево же на выходе получилось очень ярким. Необходимо, чтобы стилистика была единой. Точно так же в том же самом Color Correct редактируем весь цвет. Такой стиль подразумевает в себе приглушенные тона и отсутствие сильных отражений. Поэтому играться приходится именно таким путем. Что до шерстяного, это полное поглощение света. Качественная текстура тканей и натяжение всей текстуры на модель с помощью 3-планер. Да, все это моделировать я уже не стал. Поэтому и без UV все смотрится прикольно. Здесь очень важен Normal и Displacement в маленьких количествах. Displacement уже даст классную форму, но необходимо играться с настройками New Range. Они понизят и повысят значение в пуклости и выпуклости. Да, отлично. Ну и самые обычные материалы миссии на посох и частицы. Да и это все. Общие текстуры камня замылены. Да, я вижу. Мне не хотелось записывать урок в лагах и тормозах. Все, что тебе нужно сделать, повысить качество текстур и получше поработать над рисовкой масок и так далее. Создание сцены заняло 2,5 суток. Фу, всем спасибо за просмотр. Подпишись обязательно, я наблюдаю. А если репостнешь запись, так вообще лайк и подписка. Тебе нажать на кнопочку, а мне супер мотивация продолжать дальше. Ну что, до скорого.